Субтитры сделал DimaTorzok Только говорят комплименты Но сад это особое состояние Так? Правильно? Поэтому давай пока поговорим о саде Это еще один кусочек Здесь удивительная вещь Здесь сложилось так, Елена Александровна Пусть я еще расскажу Вот именно снимал с другого ракурса А теперь с этого, почему? Здесь случилось такое чудо Вот это, вот, Академик Вот те два первого плода Роскошные, огромные Они сейчас украшают сотни фальшивых сайтов Меня признали Потому что именно вот этот плод Два плода, да? Уникальнейших Под правильным названием Так и называют Академик Вот с этого дерева Вот, и первые эти два плода Снимал и телевидением У меня даже доказательства есть Что это не я у них украл Эту фотографию А они у меня Почему телевидение здесь снимало Эти же два плода Вот, я так подстраховался Ведь легко прослыть этим Как называется Понятно И вот смотрим Супер Абрикос Академик Иначе бы не украли фотографию Сотни этих питомников Так Дальше Супер Абрикос Вот он, Королевский Так Вот Супер Абрикос Серафим У него плоды Уже здесь Полтора раза крупнее Чем они должны быть Родной отец не узнает Кто создавался Королевский из Франции Да, избит весь Потерял две ветки Вот Дальше Вот эта ветка Вот эта ветка Которой вот нету Вот эта? Да, вот эта Нет, толстая вот эта Она рухнула на фаину Вот она, фаина И раздавила ее Здесь был триумбират Мало того, что фаина Это тройной вегетативный гибрид Которых не существует в природе И Можешь сказать, что ты Константинович лапшу вешаешь Но это тройной гибрид, правда Вот И фотографии там такие Что одной фотографии Без валидового смотреть нельзя И вот у нее такая судьба получилась Почему мы стоим? Меня интересует будущее подвое Вот он Фаина в конце концов Погибла полностью Она была раздавлена Еще немножко Надломанное дерево Дала последние плоды Вот Такие же крупные У меня есть фотографии 98 грамм Так? И Погибла И получилось так, что От нее пошла От подвоя вот эта ветка И я смотрю на эту ветку С таким подозрением У фаины Было очень-очень Междуузлие Такое Так часто были Короткие междуузлии Такие коротенькие Теперь смотрю Передалось или нет Давай посмотрим Вот Ну, например А, ветка в руках, да? Ну, это плодовая Трудно сказать Ладно, короче Зачем мне здесь сказать Что будет Если на ней плоды Укрупняться в два раза За счет того Что здесь был тройной гибрид У подвоя Два раза укрупняться Представляете Они будут ценности Ведь это же манчжуриц Манчжуриц, так? А вот это ветки Смотри, какие есть ветки Вот Междуузли все-таки Приличная, смотри Да, вон она Раз Вот эту ветку Можно срезать Три ветки Можно срезать Четыре ветки Можно срезать Вот Пять веток Можно срезать А теперь Смотри Три ветки срезаны уже Нашелся человек Который сказал Хочу проверить Но этого мало Вот Мне хочется Чтобы нашлись еще люди Которые скажут Срежь мне черенки С фаины Вот И Получится То есть не с фаины А с подвоя фаины И должно получиться следующее Плоды укреплены в два раза Или в три Так С морозостойкостью этого подвоя Ну это будет вообще здорово Вот Пусть все получится у них Пусть все получится Ну поэтому мы здесь стоим Возле нее А вот это особый случай Почему Итак Ровно между Суперакадемиком Так его называю И между Королевским Вот он Тоже Видишь Франция Как избит Смотри как избит Морозами Вот Но погибать не собирается Уже казалось бы Страшнее не бывает Да Дерево этому Знаешь сколько Двадцать 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 два Двадцать три Вот Оно Если бы не урожай Супер Который рухнула ветка Да Оно бы Выглядело лучше Почему Теперь это Открытые раны Открытые раны И теперь вот это и пошло Вот это вот так Пошло 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 Вот Но Помирать не собирается Смотри какие просто Долом Много веток Вот Да И самые ценные ветки Для любителей Устоявшего сорта Вон они Смотри Это с вами верхушки Вот Потом значит Получилось что Оказавшись Между ними Вот этот сорт Я получил Абрикос Мичуринский Плоды Тридцать грамм Ну тридцать пять Вкусные Все Но это Та самая Плеяда Европейских сортов Нет У них наверняка Есть дальневусочная кровь Может даже канадская есть Какие-то признаки Вот Может есть Но крупность Она первая характеристика Это Средний европеец Который Пошел от Мичурина Был Скорещен Другими сортами Но супер Крупплодных Не получалось Обычный Он здесь Такой же и был Ну В уважении к Мичурину Ну и расти на здоровье Я даже могу Старые фотографии поискать Одна из особенностей Стерящаяся форма Как я не отрезал ветки Которые растут вверх На продажу Я продавал Мичуринские То есть естественная такая форма Да Потому что Вертикальные ветки Вон они Я отрезал Так А он Таким случаем Всего должен вверх расти Ну вот Как любой Смотри Ну да А этот А этот не стал Какая-то одна особенность Но и прятать под снег его Смысла нет Может сопреть А может он селище И себя не сопривает Ну тогда надо проверять А сколько мне проверять У меня я же не институт Вот Дальше слушай Итак В прошлом году Нет Позапрошлом Какой В 2020 году Вот При вашем участии На нем был Средненький урожай Но плоды были в среднем От 80 до 100 грамм Пару плодов Зашкалил За 100 Да Я ходил вокруг Этого не может быть Три раза Вот И у меня родилось Две версии Мы не в грязи стоим Я стою У нас много ребят Толковых Граммных духовных Но ученые Один Вот он И вот этому ученому Я задаю вопрос Я выдвигаю Две версии Выбирайте Первая Электротивная гибридизация Родила Возможность На подвое Так На подвое Появиться На удачном подвое Появиться Качеством Уже не самого его А его предков А предки были 100 граммовые Нормально расположился На подвое Перестал бояться Сибирских морозов У нас же две 40 градусные Подряд зимы были После первой 40 градусной Он дал плоды Вторая Даже может третья Еще есть одна версия такая Как бы сбоку То есть Дерево Собираясь Помирать Но оно помирать не стало На тот момент я думал так Значит Оно должно проявить Своё лучшее качество Чтоб его заметил Лось Козел Дикий козел Я про дикий Про лесных Козел Вот Значит Кто еще Живет Вот эти плоды Короче кто-то должен Кто-то должен Плодами этими Выбрать Каких Самые Сочные Самые Которые видно За километр Потому что крупные Ярко окрашенные Запахом Подойти Сожрать Отойти на километр И там дать Потомство То есть Пропустить Пропустить Через желудок Вот А это ферментация И дать потомство Потому что Бывает так Что после этого Лучше всходит Чем просто всходит Вот И Это дополнительный За счет Так сказать Привлекательности Он как бы Попытался Инстинитивно Дать Лучше урожай В плане Крупности Но Мне еще одна версия Есть Первая Я уже сказал Это Вторая Ладно Первая Это все-таки Комфортное размещение Я заметил Так же Как у людей Мои персики В два раза увеличится В четыре В размерах Мои персики Выращенные В теплицах А это что Субтропики же Вот И все-таки Вторая Основная версия С одной стороны Суперабрикос Академик С другой стороны Суперабрикос Королевский Тот и тот 100 граммовый Этот был 30 грамм Вот С этого Стороны его Ну может быть Опылились Смесью пыльцы Да Вы имеете ввиду И без Не потомщили А Получилось так Что само дерево Через эту пыльцу Так Изменило Свою генную Свою геном Невозможно У меня сидит Курдево То есть Нет Не сидит Ходим мы по саду Я ему рассказываю Такие же вещи Я давно к этому пришел Я говорю так Терегония Это понятно Изменение Свойств Этих самых Предыдущих Половых партнеров Воздействие на организм Без зачатия Ну есть такое Ну есть такое Так вот Это не тот самый случай С 30 грамм до 100 Вот один партнер Половой Вот второй Вот И тот антинаука Считается И тот Прегативная генерализация Это лженаука Помнишь Как они меня Приговорили В буснице Темирязевки Процитировали 80-летней давности Статью Так Теперь Для чего здесь Палка лежит Положи ее Пожалуйста На место А она специально Здесь лежит Да Положи Дело в чем Я готовил еще одну тему Ну давай с этой Закончим Две антинауки Две с половиной Так То есть Три версии Две Очень важная И вторая На всякий случай Что крупность плодов Влияет на Это самое На расселение Есть такая вероятность Все-таки Феликинез Или Крегативная генерализация Которая проявляет Качество предков Они-то были культурнее За что мне тоже попало Восемковцы Вы от меня ждете ответ? Да Мне интересно Как будет выкручиваться Представитель ученого мира Ну он Довеличился Тераза На твоих глазах Да Это я видел Граждан Косовинич Я склоняюсь к версии О том Что это перекрестное Опыление Что опыление Смеси и пыльцы Происходит А почему оно должно Влиять на это Это же На потомстве Да Потомстве Но оно-то Без потомства Оно как было Так и есть Только плоды Укрупнились Тераза Не знаю Наверное Не смогу я ответить На этот вопрос На него ответа нет Потому что Два ответа Это уже неизвестно какой Даже три Третье Укрупнение плодов С целью привлечь животных Это То есть Специально Укрупняет плоды Дерево Имея их Вообще-то В принципе В своей югенной памяти Да Было Несколько Так называемых Ледников Периодов Значит Рассвет Огромные плоды Вот на нем Они были Мы видели 100-110 грамм Видели на нем Так Вот Потом Дерево попадает В жесткие условия Начинает Это Холоднее Зимы Зимы Длиннее Выживать Большая часть погибла Некоторые Выжили За счет того Что вместо Одного Сто-граммового Дала 10-10 грамм Взяла Количество Значит Шансы Выжить 10 раз больше Некоторые Выжили Но за Десятки Тысяч лет Гены памяти Сохранились Уже новые качества Вот такие вот А Депрессивные гены Оказались Где-то В кладовке Приходит Железу Берет Его Выписывает С Европы Так же Как Я сейчас Занялся Знаешь Умер Сверин Это Один из наших Европейских Главных Любителей Но Селекционеров Любителей Да Он мне писал Этот самый Дар небес Для начала Дар небес Был Мелкий И очень ярко Красный У меня фотография есть Пока Укропнил его Два раза Зато он Стал Рыжий Я Укропнил До 100 Грамм Я уже Не сомневаюсь Тенденция есть Такая Вот Сейчас Я с него 10 черенков Срезал Так Тебя отдельно Срезал Вот А тебе 10 черенков Опять Разведутся А потом Получится Как С Калининграда Ой Валерий Константинович У меня Это Плоды Вы мне прислали 130 грамм Я чуть От зависти Не умер Представляешь Моя ученица Меня опередила 130 грамм Это самое лучшее Это значит Настоящий учитель Раз он Живет В своих Последователях Да Да Так вот Не зря Жили Не зря Работали Уже темнеет Еще раз Значит Может ли Пыльца Попав В пестик Так Возможно Неполное зачатие Вспомнил Вот Фаина Вспомнил Вспомнил Первый урожай был Когда они были Размером Сейчас скажу Примерно Как ноготь На большом пальце Они все упали И вот так Было горько Я ждал Чуда А они лежали Зеленые С плашным ковром Зачатие было Огромном количестве Так Да Эти же супруги Вот они Раз Два Три Вот они На них Показывают Но зачатие Было Значит Генная память Должна была Перейти Перейти Вот И пожалуйста Появился Суперсорт Который Не имеет Себя равных Рассказываю Для тех Кто не видел Потому что Кому надо Фотографии пришлю Как повезло Что уже появился Цифровой фотоаппарат Вот И так На нем Это подвой Фаина уничтожена Но я не ожидал Что эта ветка рухнет Огромная Прямо так Раздавил ее Вот Может это Есть конкуренция Может быть Может быть Так вот Когда я подошел Первый Это был второй Первый Зеленый Весь До единого Все упали Такое впечатление было Генетическая несовместимость Это были плоды Извини за выражение Это был выкидыш Чисто натуральный Выкидыш был Вот Но в генной памяти Что-то осталось Появляется Неизвестное чудо Огромное Ну пусть не сто Восемь-денадцать грамм Плоды Фотографии есть Это не фотография Я может попрошу Именно в это Вставить Я таких случаев Говорю И вот Когда На этом дереве Было Вот эти вот Может я не представляю Что может видела Вот Все нормально Созревает Через неделю Занят Приезжаю Подхожу Белого Дерева Тысячи бабочек Откуда Значит Запах меда Ну пусть не тысячи Сотни пчел И ос Значит все плоды Наполовину Все как нарочно Половина сгрызена Торчат косточки Вот И запах меда Я понял На фотографии покажу Что не болтун Я столкнулся С необыкновенным чудом Жду следующий год Такое же чудо И фотографию покажу Вот То есть на второй год А ни одной пчелы Все тоже Вкус другой Наверное Уже Какой-то элемент Запаха Тысячу Бабочек Надо было собрать Со всей округи Да Она летит мимо Вот И вот это Исчезло И с тех пор Я вырастил Где-то у меня 5-8 Этих Это те Которые уже Плодоносили Вот его потомки То есть напрямую То есть там Веточки брал Все с одного Порядочная Порядочная Половая связь Вот За этом Мы заканчиваем Эту речь Теперь осталось Наследство Вот Несколько веточек Которые можно Привить Вот Если бы это была бы Директор института Ну в крайнем случае Зам по науке Ты бы сказала Выделяют целую сотку Садим на этой сотке 200-300 Густо-густо Манджорцев А вот Всех Вот этих фаин Надо Ухватить За хвост Вот эту удачу Синюю птицу Да Для этого нужно Со всех фаин Которые есть Взять Черенки Привить И чтобы они росли Чтобы Да Было С одной стороны Свободное пыление Но Чтобы остальные супруги Были подальше А именно эти А потом дождаться Плодоношения На третий Четвертый год Как правило Ну бывает на второй И поймать За хвост тот самый Который жрали Эти Ну что Умею рассказывать Да Так вот Я желаю тебе Человеку От науки Но Я Каждый раз Для меня Это честь и гордость Что в моем саду Человек Который Был лучшей студенткой Агро-университета Так он назывался Ну да Раз Стипендиатка Два раза Петянка Самого Владимира Путина Закончила С красным дипломом С руками Оторвали В Академию Решетникова Или как там правильно Решетнева Решетнева Нет еще раз Полная Сибирский государственный Косточек Косточек Манджурцев Это все на манджурцах На манджурцах На манджурцах Вот я о чем А не о том А карьера Ну карьера Все получится То получится Жаль Только что потерянные годы Ну и осталось Две минуты Я потом опять забуду Я готовил Вот прямо Откуда интуитивно Взялась За вот эту вот За этот Как он называется Сучок Вот Наверное подумал Что он тут Вот он Вот он Я поняла Что он не отсюда Я это Хотел вот Собрать Коллекцию Вот таких вот Которые мертвые На которых сидят И доедает их Законную пищу Грибы Ну-ка еще раз Название грибов этих Сапротрофы Сапротрофы Так вот Но это вообще Общее название Ну те которые Не едят живую ткань Да Вот Мы уж про патогены Не будем Для меня Патогены Не существует А для вас Пусть будет Вот Вас учили А это Итак Значит Я хотел Берем молодые деревья Я хотел взять 100-200 таких веточек Но мне надо Соседи Кто не успел Жечь Уничтожив деревья Не успел жечь Я хотел собрать Целую коллекцию Вот таких веточек Вот И у себя Вон там молодой участок Да Там сколько 3-4-5 лет Правильно Манчжурцы И привитые на них Те же Академики Все те же Фаины Да Вот И вот так вот Взять вот так В наглую Вот И сказать Вот она Растет А она лежит Она должна Ее заразить Потому что Вот это считается Смертельно опасно С каждого дерева Триллионы триллионов Живых клеток Даже нет такой цифры Которые Триллионы триллионов Это только Одна триллионная часть Того Что Этих самых Клеток Живых на планете Так вот Грибы Ну пока не будем Спорить Ссориться Еще раз название Еще раз Сапротрофы Сапротрофы Не запоминать Тадо Тупому Так вот Грибы Сапротрофы Которые Ненавидят Которые считаются Жрут живую ткань Мой постулат На всей планете Из триллиона Триллиона Триллионов Клеток Живых Не съели Ни одну И вся эта работа По их уничтожению Является Тупой Ненужной Не просто Затратной Потому что Это работа Она Еще и Вредна тем Что Этот гриб Ни в коем случае Нельзя сдирать Вот Ну Доказательство Уже Да вот он Мой сад Все Заканчиваем Сколько прошло Там 23 минут Еще 5 минут А что мы можем Все хватит Надоели Это уже просто Очень много Надоели Кому Людям Так Ой боже Выключили Не Выключайте Расставаться Не хочется С народом Пойдемте просто Пройдемся Да пусть 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 работает Камера Еще целых 5 минут Если не замерзнет От мороза Пойдем покажу Самые моростойкие В мире персики Вот за несколько минут Если бы я был Болтуном Я бы тут не было бы Просто бы не было Вот этот персик Самый плодовитый У меня есть фотографии Сколько на нем персиков Вот Но Пришла пора Мы его искалечили Взяли с него Полсотни Черенков И он замерз И был А потом смотрю В середине лета Веточка торчит Вот раскопай здесь пень Чтобы доказать Вот просьба Там здоровенный пень Вот он Вот он Вот он Надеюсь на камере видно И вот Он оказался Живуч Так Что эта веточка За два года Превратилась А это Сеяниц Это Это у меня Этот Минусинский Сеяниц Подарок Моего друга Он свой сад Укрывал Мне подарил 20 черенков То есть 20 сеяницев Один Второй Третий Четвертый Пятый Остальные Все замерзли Я не укрывал Он свой укрывал Он до 200 килограмм Получал персиков У меня фотографии Есть этого Александра Алексеевича Это гения Не гения А Такого человека Фанатика Вот И да укрывался С апреля А так всегда бывает Рано или поздно Такой момент Когда спас от мороза Но не спас От сопревания А у меня За два года Посмотри Ну там мощные корни Как он восстановился А Ну что Будем им заниматься Конечно Так он все-таки Не выдержал Но он не выдержал Не потому что Они морозойки А потому что Просто Вы очень много Обрезали черенков И опять обрезали Это Надо останавливаться Так эти черенки У тебя лежат в этом Ну и все А Сразу А то критиковать собралась Нет Я наоборот Говорю Не дам Не дам Не дам Это не дам Возможности Всерезно Заняться Этими делами Вот И получается На данный момент Внимание Вот Скажи Это могло За один год Вырасти Вот это Наверное Ему два года Наверное Два года Наверное Ему три года Вот это вот За этот год Точно выросло То есть Ну я точно скажу Ему три года И он за три года Две сорокгранцы зимы Последние Да вот же он Мало того Я в наглую Уже с него опять Синьки беру Опять калечу Опять калечу Я хочу сказать Что Звань А вот второй Второй Посмотри Видишь Да Есть потери Посмотри У него верхушка Не выдержала Но Согласись Что ему тоже три года Да Вижу Вот тут страшное Подмержание было О Мы его вот так И скалечили И скалечили Три года назад Вот Меня убило то Что он вообще Не замерз И теперь Слава Вот этот И вот этот От того Где пень Ну Он Он Не хуже Моростойкость Просто ему не повезло Он плодоносил В отличие от них Вот Эти не плодоносили А тот плодоносил Шикарный урожай Но я погубил То ли урожай Ну скорее мустикатором Сергеем врезали Скорее всего Да Но все-таки Звание Внимание Вот заканчивается съемка Объявляю всему миру Звание Самых Моростойких В мире Персиков Вот На том градуснике Который Вот чуть выше Вон там Вон где синенькая Синеется Вот Я сам видел Я сам видел 39 Но В то время Ну как сказать Ну зимой Что там Раз в неделю приедешь И не в каждую холодную Конечно И не ночью Когда морозы А днем Когда потепление Короче Перед нами Два Самых Моростойких В мире Персика И вот эта фраза 25 погибают почки 28 погибают Ветки К ним Не относятся Вот А теперь Прививки У меня Доскобилов Это моя совесть Почему Именно потому Что он все эти годы Подходил Ахал И летом Пробовал плоды С привитых Персиков А у них Моростойких Чего выше Ну вот Теперь Можно и сказать Все Заканчиваем Вот Сейчас 20 Через 30 секунд Он остановится Ну и все Ну что Пожелаем Всем Чтобы у всех В Сибири были персики И никто бы не боялся Да хотя бы Хотя бы там Где они должны быть А их и нету Хотя бы Ну все До свидания Друзья Наша сказка Заканчивается Новогодняя Всех с Новым Годом С новым счастьем Вот Присоединяюсь Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok